Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». В прямом эфире каждую среду работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн». И я, Анна Соколова, кандидат медицинских наук и врач-дерматовенеролог. Сегодня у меня в гостях мои коллеги, также врачи-дерматовенерологи, но каждый из них специализируется в своей области, и это лучшие эксперты в своей области в нашем городе. Скоро Новый год, и Новый год по традиции, очень часто перед Новым годом мы посещаем баню. А о том, чем это может быть опасно, знает врач-меколог. И сегодня у нас в гостях Скурихина Марина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, клинический меколог. А также Марина Евгеньевна заведует дерматовенерологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер один. Второй гость сегодня у нас, это Потапов Леонид Владимирович, тоже кандидат медицинских наук. Мы когда-то вместе, примерно в одно время, вы чуть пораньше, конечно, чем я, защищали наши диссертации, вместе работали, это мои коллеги, и мне очень приятно вас сегодня видеть. И Леонид Владимирович у нас является очень квалифицированным врачом-дерматокосметологом. Добрый день. Первый вопрос, наверное, Марина Евгеньевна, к вам, так как вы все знаете о том, чем может быть опасна баня. Баня, конечно, может быть опасна чем угодно, смотря какая баня и с кем туда ходить. Это да. Но наиболее часто заражаются, конечно, баня грибковыми заболеваниями, потому что баня – это тепло, это вода, и открываются входные ворота у нас на ногах, и среди тех клиентов, которые посещали ее до вас, там могут быть грибковые заболевания, потому что по статистике известно, что грибковыми заболеваниями страдает от 20 до 40% населения. Это примерно каждый третий среди наших знакомых, друзей или просто детей. То есть если придетать, один из нас может страдать грибковым заболеванием. И поэтому, естественно, эти люди тоже посещают баню, оставляют там мицелий, гриба, и можно заразиться грибковыми заболеваниями стоп. В первую очередь, конечно. А клинический меколог занимается именно лечением микозов? То есть вот этих проблем? Клинический меколог в нашей стране, конечно, занимается чаще всего поверхностными микозами. Это грибковыми заболеваниями кожи стоп, кистей, гладкой кожи, складок. Но вообще клинический меколог занимается и глубокими микозами, которые, в общем-то, не характерны для нашей страны. Это поражение внутренних органов грибковыми инфекциями. Ну и слава богу, потому что это очень серьезные заболевания, и слава богу, что они у нас встречаются нечасто. А чем проявляются, какие симптомы поражения кожи, и, может быть, не только кожа поражается, грибами? Первые симптомы поражения кожи грибковой инфекции, они, конечно, малозаметны, потому что грибки внедряются в первую очередь в межпальцевые складки стоп, как наиболее тонкая кожа, и разрыхленный эпидермис от воды, тепла, и туда внедряется грибок. Но первые клинические симптомы, они, конечно, малозаметны, и не все люди их замечают, потому что они проявляются, ну, может быть, какими-то маленькими трещинками, шелушением, сухостью кожи подошв. И люди, к сожалению, очень часто долго думают о том, что это с возрастом меняется кожа, пока не начинают изменяться по структуре ногтевые пластинки. Ну, вот как показывает практика, все-таки пациенты обращаются к нам уже в довольно поздних стадиях заболевания, когда ногтевые пластинки поражены уже практически полностью. Потому что они уже, наверное, понимают из рекламы и со всем, что это все-таки грибковое заболевание, и тогда только обращаются к дерматовенерологам. Скажите, пожалуйста, а заразиться амикозами можно только в бане или, допустим, в бассейне, или сейчас скоро Новый год, и многие очень уезжают отдыхать, справлять замечательный праздник куда-то в жаркие страны, например, на пляже. Можно заразиться или нет? Грибки, которые поражают кожу человека, они довольно устойчивы во внешней среде, и они могут быть где угодно, даже при высокой температуре на пляжах, плюс 50 они сохраняют свои патогенные свойства, поэтому можно заразиться в любом месте, где человек ходит босиком, будь то спортивный зал, душевые на работе, или пляжи, бассейны, бани, везде можно заразиться грибком, где кроме вас есть еще другие люди, которые могут страдать грибковым заболеванием. У нас есть вопрос на сайте от Зины, а если чешутся пятки, это тоже грибок? Для того, чтобы поставить диагноз грибкового заболевания, вообще берется анализ соскоб на грибы, и вот только при наличии вот этого соскоба ставится такой микологический диагноз, микостоп, и тогда начинается противогрибковое лечение, потому что пятки, в принципе, могут чесаться, в общем-то, и от других причин, есть различные другие кожные заболевания, которые не являются заразными, но сопровождаются зудом. А нужно ли это состояние лечить, если, вы говорите, каждый третий поражен, и многие приходят уже только в запущенных стадиях, вообще, может быть, не стоит тогда лечить? Или это все же опасно? Ну, это большая ошибка думать, что грибковое заболевание – это косметический дефект. На самом деле грибки – это чужеродный патогенный агент для нашего организма. Они могут быть аллергенами для нашего организма, вызывать различные поражения сосудов, могут вызывать микотические экземы. Очень плохо, конечно, если грибковое заболевание, например, у пациента с сахарным диабетом, у которого и так есть неврологические и сосудистые изменения, и грибки усугубляют эти состояния. Поэтому это не просто косметический дефект, это, в общем-то, болезнь, которую надо лечить. – Ленин Владимирович, я знаю, что Ваша диссертация как раз тоже посвящена была грибковым поражениям. Это так? – Да, конечно. – А есть Вам что добавить? Может быть, Вы что-то… – Ну, существенно будет добавить то, что случаи семейного инфицирования, о которых Марина Евгеньевича пока не сказала, они тоже имеют место, и в практике мы регистрируем до 30%. Поэтому лечить, естественно, микотическую инфекцию необходимо, потому что это инфекционные, прежде всего, заболевания. Ну, а так я полностью согласен с Мариной Евгеньевой. – То есть, если у кого-то из членов семьи поражены грибки, то лечиться нужно всем? – Обязательно. – Всем? – Нет. Если в семье есть человек, который поражен грибковой инфекцией, то все остальные члены этой семьи наиболее подвержены грибковым заболеваниям, потому что они сталкиваются с грибком гораздо чаще, чем все остальные люди, которые, например, выехали на пляж или пошли в баню 31 декабря. А если в семье постоянно есть больной человек, то этот мицелий есть везде он. Есть на ковриках в ванной, он есть в обуви этого пациента, члена семьи, который иногда меняется. – А если просто в гости пришел, и у бабушки, например, поражены ногти, возможно заразиться родственникам, если они приходят раз в месяц в гости? – Вообще, конечно, основное правило, приходя в гости, никогда не надевать чужие тапочки, которые предлагает вам добродушная хозяева. – А как отказаться? Сказать, я как-то переживаю, а вдруг заражусь? – Нет, не надо, мне кажется, об этом говорить. Просто, например, или приходить со своевую, как многие делают сейчас, или все-таки твердо отказаться от предлагаемых тапочек. Потому что, как показывает практика, в семье, где есть источники инфекции, прямо всегда предлагают тапочки. – Особенно в таких семьях. У нас, знаете, вопрос есть от Светланы на сайте. А правда, что самый большой рассадник грибов – это аквапарк? – В общем-то, ну, трудно так сказать, как бы. Ну, в аквапарке нам обращаются пациенты после аквапарка с такими острыми проявлениями микозов, стоп, ну, вызванных таким нехарактерным почему-то для нашей области грибком, интердигитальным трихофитином. Потому что в нашем аквапарке, насколько я знаю, не разрешают ходить в своих там резиновых тапочках, все ходят босиком и там, и ходят все, да, туда не требуется справка, как для бассейна, туда приходят, ну, все, население, которое хочет посетить аквапарк, и, конечно, там гораздо проще. И проводят много времени в этом аквапарке, ну, часами, да, разрыхляется эпидермис. – Даже с детьми, всеми семьями могут жить и бабушки, и дедушки. – После аквапарка, к сожалению, да, у нас есть случаи. – Но есть какие-то средства профилактические? Мы вот не можем, к сожалению, называть названия лекарственных форм, но, в принципе, существуют. Если обратиться, и вы собираетесь пойти в аквапарк, обратиться к врачу-драмотовенерологу, порекомендуют какое-то средство? – Сейчас есть средства, которые могут профилактировать, именно лечебные средства, которые могут профилактировать грибковые заболевания, но первое, конечно, если есть возможность, вы идете там в баню, я не имею в виду, там, в аквапарк, у вас должны быть, ну, индивидуальная резиновая обувь. Именно не та, которую вам предложили, это уже, опять же, хозяева, или в некоторых вот саунах предлагают резиновые тапочки, которые там стоят на выбор размеров. Нужно приходить со своими сланцами. И тоже такое основное действие, которое вы должны сделать обязательно после того, как вы посетили баню, тщательно вытереть ступни, полотенцем, особенно межпальцевые складки, куда чаще всего внедряется грибок. И мы рекомендуем после бани использовать любые противогрибковые кремы. – Однократно? – Однократно, да, однократно, чтобы сразу, как бы, на корню загубить грибковую инфекцию. На сегодняшний момент существуют такие кремы, которые можно использовать, например, для отдыха где-то там в тёплых странах, которые, намазав один раз, они образуют плёнку, её хватает на 10-12 дней. – Ну, это очень хорошо. Вы знаете, у нас есть опрос, мы, жители Екатеринбурга, спрашивали на улицах, как баня может навредить здоровью. Давайте посмотрим. Здравствуйте, я Настя. Как обычно, корреспонденты ИТВ собирают мнение у тёрки. Русский человек и банька – понятия неразделимые. Но, как оказалось, баня не только лечит, но и калечит. Как именно она может навредить здоровью человека, спрашивали мы на улицах города. – В бане жарко. И если, допустим, у человека проблемы с давлением, то есть оно то ли падает, то ли поднимается наоборот, то в таких случаях – да. – Никогда баня не приносила вред здоровью. И то, что вот ликвидировали баню, это вообще, по-моему, издевательство над народом. Если заупотреблять алкоголем, какими-то иными средствами, то, конечно, это будет вредно. Но это все и так знают, да. То есть сама баня здесь совершенно ни при чём. – Если холестерин повышен, или сосуды плохие, то, да, навредить может. – Один человек болеет чем-то, а другой пришёл, заразился от того же, ну, прикосновения там с какими-то, ну, с окружением, ну, или даже какие-то грибки. – Если человек сам здоровьем слабый, и нельзя нагрузки такие допускать, которые несовместимы с его здоровьем. – Да, из-за расширения сосудов, поэтому вредно. Ну, а так идёт на пользу, потому что большинство сейчас продуктов, которые мы потребляем, содержат масла, в общем, которое не растворяется в желудке. Вот, у него плавление, по-моему, 47 градусов, а вот в бане это как раз очень эффективно выводится. – Есть какое-то у вас мнение, Марина Евгеньевна, по поводу опроса? – Жители нашего города, вы, конечно, назвали довольно много заболеваний, которые могут усугубиться в бане. Ну, сейчас мы с вами разговариваем об инфекционных заболеваниях грибковых, которыми, конечно, наиболее часто можно заразиться, там, в отличие. Если люди знают, что у них есть гипертоническая болезнь, наверное, они не злоупотребляют. А так вот мало настороженные здоровые пациенты приходят и заражаются грибковыми заболеваниями. – Вернее, клиенты приходят и заражаются грибковыми заболеваниями. – Леонид Владимирович, а Вы что думаете? Есть ли какая-то настороженность у населения? Или всё-таки нужно повышать грамотность населения в этом направлении? – Ни одного выступающего я не услышал, чтобы какая-то настороженность была в плане грибковых заболеваний, которые, в принципе, подвержены каждой посещающей баню. Что общественную баню, что частную баню – это не важно. Но в основном настороженность всегда в отношении гипертонической болезни, я понял, сосудистых проблем, ну или физической выносливости. Естественно, повышать грамотность необходима только форма этого повышения. Они бывают разные. Самостоятельная форма ознакомления в том же интернете или, допустим, какие-то печатные издания. Ну а так, наверное, и пропаганда, которая есть в поликлиниках, ну и где-то в специализированных медицинских учреждениях, очевидно так. Но лечение существует этой проблемы? Вот именно мы сейчас говорим о серьёзном поражении грибковом. Вообще большую проблему составляет лечение грибковых заболеваний. И на сегодняшний момент, хотя уже где-то более, наверное, 20 лет, грибковые заболевания стоп, особенно ногтей, можно вылечить. И это такое тоже основное заблуждение наших пациентов, которые считают, что грибки невозможно вылечить. На самом деле, на сегодняшний момент всё лечится. Ну лечится, конечно, длительно довольно. И довольно дорогостоящие курсы лечения. Ну, надо отметить, что лечение грибкового заболевания должно быть комплексное. Обязательно под наблюдением врача. Кроме вот наружных средств, которые мы видим, там широко рекламируются по телевизору, обязательно для того, чтобы вылечить ногти, изменённые грибком, необходимо назначать такие препараты, они называются системные антимикотики. Тоже большое заблуждение наших пациентов, которые считают, что эти препараты очень вредные, что они хуже, чем антибиотики. На самом деле, это всё не так. Вот это обывательское такое мнение. И вылечиться на сегодняшний момент в любом кожевиноучреждении нашего города, возможно, есть специалисты, которые знают, как лечится грибковое заболевание стоп и ногтей. Если у вас возникли какие-то симптомы, изменились ногти, беспокоит какой-то зуд или высыпание на стопах, то, пожалуйста, обращайтесь к дерматовенерологам и не оставляйте это надолго. Потому что, к сожалению, грибковая инфекция сама по себе никуда не денется. Её всё равно когда-нибудь надо будет лечить. И чем раньше, тем лучше и быстрее.